Вопросы о персонификации Времен года в греческом современном искусстве На самом деле речь скорее будет идти о творчестве одного художника Греческого художника, который, и я бы даже сказала скорее в большей степени Об одной его работе, конечно не только об одной, но преимущественно об одной его работе Которая так и называется времена года Эта работа она навела, стала такой точкой, отправной точкой для различных размышлений как раз А вообще представление персонификации времен года в греческой, в том числе и народной традиционной культуре Потому что художник, о котором я буду говорить Его творчество, в частности, испытывает сильное влияние и народных традиций Ну и вообще, я бы сказала, греческого искусства в целом Я, наверное, немножко предварю свой доклад, который непосредственно касается времен года Такой краткой, может быть, биографической, информационной такой справкой Как о художнике, так и о его картине Речь идет о Янисе Царухисе Это греческий художник и кинорежиссер И вообще такой человек, я бы сказала, разносторонне одаренный Он родился 13 января 1910 года в Пире И умер в Афинах 20 июля 1989 года Он учился в Афинской школе изящных искусств Был, скажем так, студентом греческого историка искусства И художника Фотиоса Кондогло, который познакомил его, в частности, с византийской иконографией Здесь тоже еще будет чувствоваться влияние различных традиций И византийской иконографии, и древнегреческого искусства, и фаюмских портретов И народного греческого искусства Потому что Янис Царухис, он также изучал народную архитектуру И традиции греческого народного костюма И более того, он даже создал такой небольшой кружок Который возглавил такое движение за введение греческой традиции в живописи Но именно такой новогреческой традиции Янис Царухис много очень путешествовал Он также, в частности, в период с 1935 по 1936 год Он посетил такие города, как Стамбул, Париж Очень много путешествовал по Италии И был знаком с искусством Ренессанса, импрессионизма И, в общем-то, его художественное восприятие Оно также отчасти находится под влиянием таких художников, как Анри Матисса, Альберто Джакуметти Его первая такая выставка относится к 1936 году Далее он участвовал, был также таким активным, если говорить о его биографии Участником и войны греческо-итальянской в 1940 году И вот 1900 уже в послевоенную эпоху В 1949 году он и другие художники греческие Создали такой художественный кружок «Армус» И этот кружок, он как раз-таки был известен тем, что старался как-то, скажем так, традиции греческого искусства Современного греческого искусства показать, в том числе, миру И создать какое-то свое особое направление И вот в 50-е годы уже первые выставки работ Сарухаса состоялись за пределами Греции То есть в Париже и в Лондоне, а в 1958 году он даже участвовал в венецианской бенале И с 1967 года Сарухас живет некоторое время в Париже И, в общем-то, он занимается еще не только художественным творчеством Но и оформлением декораций к различным спектаклям В том числе спектаклям и постановкам по античным древнегреческим трагедиям И в 80-е годы музей Яниса Царухиса открывается также в пригороде Афин В таком небольшом городке Маруси, который действует до сих пор И там сейчас находится еще фонд Яниса Царухиса И вот, собственно, одна из его самых, пожалуй, наверное, известных работ Это работа времена года Вообще, надо сказать немножко об этой работе, что это не единственная его работа, посвященная как раз временам года Янис Царухис написал целый цикл, я бы сказала, посвященный временам года Причем у него есть цикл, где времена года представлены как в виде, скажем так, вот как раз представлены в виде четырех времен года В виде четырех персон И есть у него еще такой цикл, где год вообще представлен в виде двенадцати месяцев Но про эту работу я тоже скажу, потому что она немножко связана с этим циклом времен года Ну вот, когда мы смотрим на, в частности, вот эта работа, о которой я буду говорить Она была написана, скажем так, это одна из таких, это семидесятые годы И вот она как раз стала такой, как я уже сказала, отправной точкой для размышлений о персонификации То есть о представлении времен года Если мы посмотрим на эту картину, мы увидим здесь как бы четыре персонажа О чем заставляет эта картина задуматься? С одной стороны, здесь как бы есть несколько таких моментов То есть, с одной стороны, это и момент, и гендерный аспект Собственно, какого пола, да, или рода времена года С другой стороны, опять-таки, аспект возраста, да, о котором сегодня тоже говорилось О котором сегодня тоже говорили Собственно, как представлены времена года В виде людей какого возраста То ли это старики, то ли это молодые женщины или юноши И третий аспект, который меня заинтересовал Это влияние вот этих, ну скажем, представлений о временах года В новогреческой народной традиции Об этом я тоже буду сегодня немножко говорить Но сначала посмотрим, собственно, на то, что мы на этой картине видим То есть мы видим четыре персонажа Один из них – это весна, которая представлена в виде такой молодой девушки Держащей в руке цветок Рядом с ней блюдо с фруктами Одета она в голубое Далее, значит, рядом с ней Вот опять-таки, здесь мы видим, ну, скорее, такое традиционное, в общем-то, представление весны Характерное для многих Для такой, я бы сказала, общей мировой традиции По крайней мере, европейской То есть представление весны как молодой цветущей девушки Если говорить о таком гендерном аспекте То есть как представлены времена года Очень часто мы знаем, что на изобразительное искусство На, скажем так, художественное творчество И на язык влияют, собственно говоря, грамматические категории То есть какого рода слово, обозначающее, предположим, времена года Или какое-то абстрактное понятие Или какой-то предмет В зависимости от какого рода в данном языке это слово Очень часто так и, скажем, персонифицируется Это персонифицируется либо это абстрактное понятие Либо какой-то предмет Ну, в частности, если говорить о греческом языке Слово, это аникси, да, то есть это весна Это слово женского рода И логично, что она представляется в виде женщины Казалось бы, да, но потом мы увидим такие интересные вещи В творчестве того же художника Которые не совсем соответствуют этой, скажем так, стройной теории Дальше, если мы посмотрим на изображение лета Сервус, ну, конечно, слово среднего рода Но, тем не менее, здесь лето представлено у нас в виде мужчины с серпом Здесь, конечно, есть такой, опять-таки, традиционный момент Здесь атрибутика серп То есть связано с теми работами, которые производятся в данный период Значит, далее, если мы посмотрим на осень Вот осень представлена, опять-таки, в виде женщины И зима в виде мужчины Ну, химонос, опять-таки, слово мужского рода Поэтому неудивительно, что в греческом языке, опять-таки, зима персонифицируется как мужчина Кстати, вот интересный момент Если говорить о персонификации такой гендерной, да, персонификации То есть как представлены времена года Очень часто можно заметить, что, ну, вот, допустим, о весне, да Которая традиционно представляется как женщина Но, тем не менее, допустим, на некоторых немецких гравюрах Можно увидеть ее персонификацию в виде крестьянина Который обрабатывает землю, да, в виде мужчины, весну именно При том, что вот как раз-таки слово весна в немецком языке действительно мужского рода Но теперь, значит, посмотрим еще, что здесь есть такого интересного Если посмотреть на, собственно говоря, на то, как изображены вот эти персонажи, да, у художника Вот, с одной стороны, ну, естественно, все отмечают и такой идеологический момент, да Как изображены вот эти все персонажи, да То есть они, если посмотреть вообще на греческую традицию Изображение, допустим, времен года Именно времен года Ну, наверное, у всех сразу же возникает такая ассоциация, да, что если говорить о древнегреческом искусстве То чаще всего в древнегреческом искусстве времена года представлялись в виде Чаще все-таки в виде трех или четырех, да, ну, или там разнилось количество, скажем так Персонификации такой самой известной, да, в греческом искусстве Это, конечно же, были оры, да, или хоры, как их еще называют Сейчас, одну минуточку Так, вот они Они представлялись в виде женщин Опять-таки в виде женщин, прекрасных женщин или дев, которые Несли какие-то атрибуты, связанные с процветанием, цветением, урожаем и так далее Они же были, конечно, воплощением порядка или воплощением, скажем так Как благосостояние, да, благоустройство мира То есть в этом случае Царухус, он как бы отступает от традиции, скажем так От традиции именно древнегреческой, да, представления времен года Но теперь посмотрим, почему он это делает И какое, скажем так, какое послание заключается в его картине И как на него оказывает влияние именно народная все-таки греческая традиция Значит, я... Ну, во-первых, сами вот эти персонажи, да, то есть они представлены в виде, как мы видим, таких простых людей Да, скорее всего, вот, ну, даже есть какие-то мотивы, если особенно посмотреть на осень, да Так чувствуются еще и мотивы даже какого-то греческого, может быть, народного костюма, да Вот этот платок, ну, хотя, опять-таки, если посмотреть на весну, да То она скорее будет нам напоминать, конечно, такие древнегреческие туники, там, и так далее Вместе с тем зима скорее напоминает нам человека в больничном халате, да То есть есть еще какая-то вот зимой такая ассоциация, скажем так, болезней, да То есть болезни, холода, увядания и так далее Если мы посмотрим на немножко, значит, на осень, да И на лето, вот здесь хотелось бы немножко остановиться побольше Особенно на осень и на лете, потому что вот наиболее интересные такие мотивы здесь проскальзывают Вот если мы, значит, во-первых, ну, конечно, вот в народном представлении времена года Они прежде всего связаны с идеей сезонных каких-то работ, да Но чаще всего, когда мы говорим о таком народном календаре, то как бы отправной точкой является все-таки не времена года, а месяцы Да, когда больше всего как-то описываются месяцы И какие, в какие, скажем, месяцы какие эти работы производятся Вообще само вот в народной культуре само упоминание, скажем так, времен года, оно достаточно редко Чаще все-таки речь идет о месяцах Но если посмотреть на, скажем так, на греческий народный календарь, да То здесь есть такой интересный момент Вот если мы берем лето и осень, то там можно заметить такой интересный, ну, как бы такой аспект Если посмотреть на народные названия летних месяцев Народные названия летних месяцев некоторых, да Вот, например, очень часто июль, июнь, допустим, июль и август смешиваются, да То есть называются одним словом Ну, например, очень часто мы можем в народных таких текстах увидеть, что июль, да Называется серистис, да То есть это такой, вот опять-таки, с семантикой серус, да Вот вообще лето в частности, да Серистис, то есть это время жатвы, да Или время снятия урожая Далее, значит, потому что первая, как ни странно, да В Греции, вот первая такая, первая жатва, она начинается в июле Или иногда в конце июня Но также может называться и июнь, да То есть таким же образом Дальше, значит, если мы посмотрим Иногда смешиваются названия августа и, значит, августа и июля Допустим, август и июль в народной традиции могут называться тоже одним и тем же Одним и тем же наименованием, то есть алунитис, например, да Это время, когда перемалывается урожай И не случайно, скажем так, на картине, допустим, царухуса, да Лето, оно представлено в виде такого мужчины с серпом, да Серус То есть, с одной стороны, это как такой символ основных работ Которые, да, происходят в это время Но еще и стоит отметить, что в греческой традиции, в народной в частности Да, вот опять-таки тоже влияние Почему, да, в данном случае лето представлено Хотя очень часто лето, ну, как бы в такой, в традиции, да В изобразительной традиции лето часто представляется все-таки как женщина в том числе Но здесь, опять-таки, вот эта жатва, да Она была преимущественна в греческой традиции мужским занятием Да, и не исключено, что вот какое-то такое влияние идет И на создание такого образа именно мужчины Далее, значит, если мы посмотрим на осень, да То здесь тоже, опять-таки, стоит отметить, что в греческой традиции, в народной Очень часто осенние месяцы, все три осенних месяца Могут носить одно и то же название, да И причем эти названия могут быть связаны как с сезонными работами Так и с тем, что происходит, ну, скажем так, с погодными явлениями, да То есть это либо может быть какое-нибудь название и для сентября, и для октября, и для ноября, например Ну, чаще для октября и ноября название может быть, например, какой-нибудь врохарис, да То есть период дождей Для, допустим, сентября-октября тоже бывают совпадающие такие названия Спорас, да, то есть время сева, например, да Опять-таки, для сентября и октября может быть название тригитис Оно же может быть иногда и для августа, да То есть вот такое смешение времен года Не времен года, а вот смешение месяцев, да То есть, что с одной стороны, да Вот в народном календаре речь идет о месяцах С другой стороны, все-таки есть такое, скорее, деление года на какие-то, скажем так Больше на представление о том, что Ну, какая-то такая, скорее, я бы сказала, трех- или четырехчастная структура, да То есть когда по периодам, чем занимаются, да Скажем так, как тригитис, ну, например, что есть время какое-то, например Время жатвы, да, время сбора урожая, время, там, например, время дождей И, может быть, прямо это не называется, как осень, там, зима, да Или, там, допустим, какая-нибудь весна Но при этом выделяется вот именно не по месяцам, да А по каким-то периодам определенным Которые могут совпадать вот с временами года Далее, значит, то же самое иногда в зимних месяцах, да Идет такое смешение, скажем так, что январь и, предположим, январь-февраль, да Иногда тоже смешиваются Они называются кладестист, да То есть время, когда подрезаются ветки Но вместе с тем еще эти работы, они Стоит отметить, что в греческой традиции эти работы Они еще закреплены за определенными, скажем так, за люди определенного пола, да, этим занимаются И это вот тоже не исключено, что и этот аспект оказывает какое-то влияние на, скажем, на картину и на творчество Царухаса, да То, что вот какие-то, скажем так, работы, да, вот эти сезонные, они связаны и с тем, кто эти работы, скажем так, производит, да То есть кто подрезает ветки, кто собирает урожай, кто, скажем так, собственно говоря, сев, да, производит Или кто, например, жатву производит Но если мы... это вот с одной стороны, да, такое есть Дальше, если посмотреть на... Ну, опять-таки, здесь вот как раз на этой картине нет такого ярко выраженного, я бы сказала, возрастного, да, определения Ну, каких-то идей возраста, да, этих времен года Хотя можно заметить, что все-таки, если сравнивать, например, вот эти пары, да, особенно пару весну и осень Да, ясно, что весна, она представлена как такая юная девушка, да, скорее, а осень представлена как все-таки такая уже женщина в возрасте, да То есть вот эта идея такой вот весны, молодости, юности, да, вот она здесь просматривается И осени, как, собственно, уже такое увядание, уже зрелости, тоже эта семантика здесь есть Далее, значит, что здесь еще такого есть интересного, да Ну, вот я говорю, как ни странно, ну, точнее, ни странно, да, сложно сказать о возрасте, скажем так, лета, да, и зимы Хотя зима здесь представлена, я бы сказала, не совсем традиционно для изобразительного искусства Потому что если уж зима представляется, да, то чаще всего она идет как, ну, если в мужском образе, как старец, да, больше мы как-то видим такой образ Нежели как вот все-таки здесь относительно такой молодой человек представлен Но еще более интересный момент, значит, другая картина Цесарухуса, которая здесь, к сожалению Сейчас, минуточку, попробую найти, она Так, не очень удачная, скажем так, может быть, ее отображение, да Просто это обложка к некому диску, да, Вивальди Но здесь мы видим представление, опять-таки, четырех времен года, да, но уже в виде четырех юношей, да Что совсем выбивается, скажем, с одной стороны, казалось бы, да, выбивается за, скажем, пределы такого традиционного представления Конечно, мы видим здесь всю ту же атрибутику, да, соответственно, мы видим атрибутику, которую мы находим и в предыдущих, в предыдущей картине, да То есть, с одной стороны, весна – это вот с цветком, как бы, да, молодой человек Соответственно, лето – с вот этим арбузом, да, таким разрезанным Осень – с виноградом И зима, опять-таки, представлена вот с этими апельсинами И вот этот вот, мы видим, почти больничный халат, да, то есть такой символикой какой-то Ну, почему, ну, с одной стороны, конечно, Царухис был очень такой, Царухис был очень такой художник своеобразный То есть он пытался здесь еще и возродить такую идею, ну, скажем так, древнегреческую, да, идею, скорее Красоты мужского тела, да, очень часто эти мотивы присутствуют в его картинах, да, и Такое вот цветение, да, и так далее Но вот если, опять-таки, посмотреть Вот здесь немножко, да, вот эта картина приводит такое недоумение, да, почему представлено в виде вот четырех молодых людей То есть, ну, конечно, мы видим, с одной стороны, традиционную атрибутику, да, разных времен года, да Но, с другой стороны, нет вот этой идеи возраста, да, то есть нет идеи, там, увядания, расцвета и так далее Но это тоже не совсем удивительно, да, потому что такое мы уже, ну, как бы мы это видели в традициях античного искусства, да Опять-таки, если мы вспомним и вернемся опять к представлению, персонификациям времен года Как в виде хор, да, хорес Где времена года представлены в виде молодых девушек Но есть еще, например, довольно, ну, редкая, да, все-таки персонификация Но встречается и в римском искусстве, да Да, простите, уже сейчас я просто завершу Значит, вот, например, есть такая римская монета На которой, как раз-таки, времена года представлены в виде четырех, ну, я бы сказала, даже таких мальчиков, да То есть, ну, и называется, собственно говоря, эта монета, она называется темпорофилиция, да То есть счастливые времена, где мы видим фактически, ну, можно говорить о том, что не исключено, да Что есть некая такая параллель между, вот, картиной царухиса, да Четыре времени года в виде юношей, да И вот этой, скажем, таким, римским таким представлением в виде молодых таких людей Значит, ну, как бы здесь еще есть такое Вот опять возвращаясь теперь к народной традиции, да Немножко скажу несколько слов Что, опять-таки, в народной традиции, в греческой народной традиции Нет вот такого, ну, точнее, есть, конечно, да Безусловно, зима воспринимается, да Как, например, или там осень, как период увядания Как период, скажем так, такого уже заката, да И период умирания Ну, зима это вообще, да, вот такое, скажем, это в песнях это чувствуется в народных И в обрядах Но при этом, как бы, каждый Вот интересно, что в греческой традиции народной, да Даже зимой, осенью Производятся такие обряды, да Вот очень-очень похожие, я бы сказала, да В октябре и, например, в феврале, да Есть похожие обряды, связанные с умиранием и возрождением, да То есть, например, это такой обряд Один из обрядов производится на Один из обрядов производится на праздник Святого Димитрия, да И другой обряд производится на апокрис, то есть на карнавал И эти обряды, они фактически идентичны, да То есть там разыгрывается такое У мир, скажем, ряженые персонажи Убивают одного из, скажем так Одного из персонажей, да И потом его воскрешают при помощи ветки, да, кизиловой И причем эти обряды, они вот иногда совершенно Хотя и носят разные названия, да Там, значит, это такой Но абсолютно идентичны по смыслу, да То есть есть вот эта идея постоянного обновления, да Обновления, которое происходит в том числе Обновление возрождения И которое происходит в том числе и зимой, и осенью, да То есть что это какой-то такой непрерывный цикл, да И поэтому зима, ну как бы и осень Это не может, то есть такая семантика Может быть не только умирание, да И не только увядание, но еще и юности, да, возрождение Уже время Да, прошу прощения, уже завершаюсь немножко И, но более, скажем, традиционное, вот напоследок, просто скажу Представление о временах года, конечно, отображено в цикле Который посвящено 12 месяцам, да Вот там уже мы можем видеть некие Вот, к сожалению, у меня изображений нет Но просто могу сказать, что есть еще и цикл с 12 месяцами у Царухиса же, да Где зимние месяцы представлены скорее больше Как такие люди уже преклонного возраста, да А, ну более там весенние, летние и так далее, да Как такие юноши Вот, то есть, с одной стороны, мы видим, что Ну, вот я говорю, тут вообще, как бы, к сожалению, очень мало времени Но хотелось бы еще Ну, там очень много таких есть моментов, да И можно было бы бесконечно говорить о том Бесконечно Да, 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 к сожалению, на что, на какие, скажем, размышления наводят эти картины И, ну, вот, просто хотелось бы обратить просто внимание на творчество этого художника, да Что он совместил в себе очень много таких влияний Ну, кстати, ладно, тогда я сегодня просто не буду уже говорить еще о византийском искусстве, да Потому что там есть еще влияние фресок, например, афонских, да И фресок, скажем, как религиозного такого представления, да Как представляется в народном, да, религиозном сознании, опять-таки, времена года Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!